Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Купила квартиру в новостройке, без помощи родителей и заемных средств. Была очень рада, что теперь у меня будет свое жилье, так как для этого я жила с родителями, потом с будущим мужем и его родителями, а после его внезапной смерти снова переехала к своим родителям. Совместное проживание с родителями мне никогда не заставляло дискомфорта. У нас раздельные комнаты, общий наложенный быт. К слову, они у меня люди современные, никаких проблем, ссор никогда не было. Отношения в нашей семье всегда были идеальными, но учитывая возраст и то, что нужно строить свою жизнь, я решилась на покупку жилья. Квартира была приобретена без отделки. С ремонтом мне помогал мой папа, так как он строитель-отделочник, много умеет, и мне хотелось, чтобы ремонт был сделан качественно и на совесть. Закончили с ремонтом быстро, почти всю мебель я делал на заказ, так как хотелось в чего-то своего особенного. Словом, вкладывала душу. В итоге, почему-то не могу там жить. Днём нравится там находиться, солнышко, светло, большие комнаты. После заказа солнца мне хочется оттуда убежать. Прожив там первую неделю, я понимал, что не смогу, так как ни одной ночи я не спала. Этот недостык начал сказываться на моей работе и здоровье, никаких фобий и страхов я там не чувствую. Ложусь спать, когда мне действительно хочется, но стоит выключить свет и телевизор. Сын куда-то исчезает, я лежу всю ночь, глядя в потолок. Пробовала и с включенным светом и с телевизором, и всякую успокоительную и снотворную, но всё без толку. Завела кота, чтобы было веселее, но это не помогает. Так продолжалось несколько месяцев, и пока родители с апреля по сентябрь жили за городом, я перебрала свою квартиру. Всё было хорошо. Сейчас я снова вернулась к себе домой, и ситуация не меняется. Немного меня раздражают звуки за окном, дорога, сильный ветер в окна, 25 этаж. Это всё шумы, к которым я не могу привыкнуть. Но сейчас я уже начинаю ненавидеть свою квартиру, и это очень обидно, так как я зарабатывала много лет, чтобы её купить. Стратила силы и время на меблировку, меблировку, всё делала под себя. Пыталась принуждать себя там жить, хотя бы имеется сна, постоянно бессонница, сказывается на самочувствии. Начинается депрессия, ничего не хочется делать в квартире. Не убираться, не готовить. Друзья советуют осудить квартиру. Я, мягко говоря, не верю в эти вещи, тем более, что жильё новое, никого постороннего там вообще не было. Наверное, проблема во мне не знала, но я не знаю, где её корень и с чего начать её решение. Ну, смотрите, по моим ощущениям, вообще первая мысль, которая у меня возникла, когда я читал ваш текст, она довольно простая. Я бы так сказал, банально. Это то, что, ну, а почему не спать днём, а работать ночью? Как бы, почему нет? Если вам днём лучше, но спите, спите днём, всё, проблема. Такое ощущение, что у вас вот прям пунктик на том, чтобы, значит, ночью спать, именно. Ну, в качестве временного решения, почему нет. Да, придётся что-то поменять, я не знаю, работать ли вы удалённо или нет, но, как бы, такой вариант можно рассматривать. Это первое. Можно рассматривать вариант, там, сна, там, утром, да, вечером. Вот, то есть, спать просто в другое время суток, в общем. Это первое. То есть, почему нет? Не в смысле того, что вы так сделаете, а почему нет, почему это не вариант. Следующий момент. Это уже более серьёзно. У меня сложилось такое впечатление, что вы не можете находиться сами с собой. То есть, у меня такое ощущение, что вам сложено наедине с собой, когда вы остаётесь наедине с собой, с вами начинает что-то происходить. Вот. То есть, вот история про то, что лежу с закрытыми, значит, с открытыми глазами. Вот, вот эта история, она, на мой взгляд, как раз таки правит. То, что... С чем-то таким вы сталкиваетесь, что вас, ну... Как-то... Тяготит, скажем так. Вот. Это может быть история про то, что вы... В себе... В себе с чем-то боретесь. Вот. Это может быть история про то, что в силу того, чтобы никогда не жили одна, когда вы остаётесь наедине с собой, вы начинаете понимать, что оказывается, что вы не такая, как вы, какой вы себе представлялись, что вы немножко другая, мысли у вас другие. Вот. Это, соответственно, вызывает сопротивление. Вам от этого тревога. То есть, это история про тревогу. Вот. Что касается раздражения, то это про агрессию больше. То есть, у вас как будто бы есть подавленная злость. И здесь мы, конечно, можем говорить про смерть вашего мужа. Я только не понял, как бы, будущего мужа. Успели вы пожениться или нет, но неважно. Смерть мужа – это травма. Психологическая травма. И, соответственно, её нужно прожить. Она может до сих пор вас тревожить. А если вы не прожили, то, вот, как бы, это тоже даёт о себе знать. Переезд. Тоже, ведь, знаю, интересная вещь, потому что... Значит, сначала вы жили с родителями. Потом вы переехали к мужу. По-другому, опять же, проживали с родителями. То есть, ну вот, как-то я бы сказал, я бы сказал, что это может быть для вас травматично. Я бы сказал, что это может быть для вас проблемой. Переезд – это далеко не всегда, знаете ли, что же такое приятно во всех отношениях. Поэтому, вполне вероятно, вполне вероятно, что это для вас тоже стало травм. Дальше. 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 Совместное проживание традициями. После того, как вы пожили уже с мужем вашим, тоже не является чем-то позитивным с точки зрения опыта. Нравится вам это или нет? Не является. Никак. Вообще. Это сужение. Это сужение. Это сужение. Это сужение. Сознание. Ну, в смысле вашего сознания. Сужение. Сужение. И, в целом, очень-очень такая негативная вещь для, ну, человека. Вот. Нравится вам опять же это или нет? Дальше. Следующее. То, что вы говорите про свои отношения с человеком, родителями, что они у вас идеальны, вот тоже несколько настораживают. Потому что идеальных отношений не бывает, а вот не замечать, что-то очень даже мощно, чего-то не замечать, очень-очень даже мощно. Это вообще легко. Особенно, чтобы тот же образ сохранить. Ну, родители я имею ввиду, чтобы вот как-то, ну, чтобы как-то не разочаровываться в них и так далее. То есть, то, как вы говорите, что они идеальны, да, как вы это говорите, ну, вот у меня вызывает, конечно, определенные вопросы. На мой взгляд, ну, стоило бы это преследовать для того, чтобы увидеть, а так ли всё идеально. На самом деле ли всё так идеально? Вполне возможно, что нет. Вполне возможно, что не всё так идеально. Вот. Вы просто отказываетесь как-то это признать. Вот. Ну, вас можно понять в этом смысле. Вот. То есть, никто не будет предъявлять вам за то, что вы что-то игнорируете. Вот. Но, тем не менее, лучше всё-таки, на мой взгляд, быть как-то, ну, честный, что ли, в этом отношении. Уж слишком сильно. То, что вы описываете, похоже на некие эмоции ваши, то есть, на некую вот вашу эмоциональность, которую вы сами себе запрещаете. Ну, уж очень слишком на это похоже. И дабы это исключить, нам нужно всё-таки проанализировать. Причём, желательно как-то вот это сделать максимально честно. Вот. Желательно это сделать максимально открыто. Вот. Ну, чтоб… Чтобы у нас были все факты. Как-то так. Так. Есть ощущение такое. Вот. Ну, на самом деле, есть такое ощущение, что вы просто привыкли к тому, чтобы убегать, избегать каких-то неприятных. Чувств. Вот. Жалко ещё, что вы не написали, вот, сколько вам лет. Было бы прям очень, ну, прямо очень полезно было бы узнать, сколько вам лет. в каком возрастном этапе вы находитесь сейчас, вот, чтобы как-то понимать ещё и с этой стороны. Что происходит с вами. Вот. Но этого вы, к сожалению, ничего не осталось. Жаль, что это было бы нам полезно. Вот. Так вот. Ну, и немаловажный момент заключается в том, что вы отношения стали построить. Смогли вот, ну, с кем-то ещё или нет? То есть вы же как-то так вот получается, да, что вы одна до сих пор. То есть не построили вы отношения. Вот. И это тоже вот как-то бросается в глаза. Может быть, вы, конечно, не хотите, я не знаю, новых отношений. После мужа я имею в виду, может, не хотите. Вот. Но если не хотите, то, конечно, это проблема в смысле, в смысле того, что возможно, там, перед мужем чувствуете вину и как-то запрещаете себе, ну, отношения, например. Да. Да, как бы тут такая история тоже может быть, ну, тоже может быть, вот. К, к сожалению, большому. То есть, конечно, грустно очень, если это так, но тем не менее. В пальне, в пальне может быть, в пальне, в пальне. Вот. Поэтому нам бы лучше, конечно, не исключать такого момента, да. Нам бы лучше не исключать такого аспекта. Нам бы лучше все-таки как-то допускать, что может быть, может быть проблема в этом. Ну, естественно, варианты, естественно, другие, другие варианты есть. И мы как бы не будем на этом только фиксироваться, но тем не менее. Вот. То есть, по сути, по сути, что нужно, что нужно сейчас сделать, по сути. По сути. Сейчас, по сути, нужно сделать только то, чтобы вы не убегали от этого состояния. Когда вы лежите и смотрите в, ну, ну, словно в потолок, да. Вот. Чтобы вы не бежали из этого состояния. Чтобы вы как-то к нему присмотрелись. Вот. Типа, а там в этом состоянии-то что? Там в этом состоянии-то вот со мной происходят какие вещи? Я там какая, например. Вот это как-то важно. На мой взгляд, повторюсь. Вот. 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 Это разобрать, то есть, рассмотреть, да, это вообще... не сложно, можно вам помочь с этим. Я не думаю, что какие-то особенные проблемы при этом будут, если только у вас не обнаружится механизм защиты. Вот. Довольно сильный. В этом случае, конечно, да. В случае, если механизмы защиты такие у вас есть, да, это механизмы защиты такие работают, только они, конечно, в этом случае вы будете сопротивляться. Времени это займет больше, больше. Вот. Но, если механизмов защиты нет, если механизмов защиты нет, вот, то я не думаю, что прямо это будет как-то очень трудно, честно говоря. А дальше просто, ну, нужно прожить вот то, что вы увидите в себе прожить, то, что вы заметите в себе, да, то есть, ну, как-то прожить это необходимо будет. Вот. Да, это не всегда легко, это правда, может быть, это болезненно, вот, какие-то вещи, какие-то нюансы, вот, болезненно будут, да, это правда. Ну, опять же, вы не одна, то есть, как бы, с психологом вы будете, поэтому я не думаю, что, я не думаю, что с этим тоже будет особенно сложно. Ну, неприятно, да, конечно, неприятно, безусловно, как бы. Ситуация там, сама по себе, не самая хорошая, честно скажу. Вот, но тем не менее. Ещё я бы на что обратил внимание, вот, на желание иметь что-то своё. Тоже довольно интересный момент. Вот я так хочу чего-то своего, очень сильно хочу чего-то своего. А что это для меня значит, что у меня что-то своё? То есть, это про что? То есть, ну, само собой, да, что это не про то, чтобы вы не делали того, что вы делаете. Это не, это история не про то, значит, там, не знаю, продавай квартиру и всё. Нет, ни в коем случае, ни в коем случае эта история не про это. Эта история именно про то, чтобы понять, а что такое для меня, вот, что такое для меня, ну, вот, моя квартира, что это для меня значит. Возможно, вы увидите, возможно, вы увидите этот момент, опять же, с психологом. Вот. Возможно, вы сможете заметить этот момент, опять же, с специалистами. Вот. Вполне возможно, что вы сможете это заметить. Но, может быть и нет. Может быть не сразу. Тут, опять же, довольно многое зависит от того, насколько вы, вот, насколько у вас механизмы защиты разные. Почему я об этом говорю, потому что вы, по сути, описываете довольно непростую ситуацию. Вот. Не самую лёгкую ситуацию вы описываете. Вообще-то. Но, при том, что вы описываете не самую простую ситуацию, вы, хотел бы сказать, почти, но вы вообще не говорите о своих переживаниях. Абсолютно. Абсолютно. О своём отношении. Кроме обиды. Обидно столько, столько вот, на квартиру копило, да, и вот, ну, не получилось. Это вот это вы говорите обидно. Но это тоже такая очень функциональная обида, то есть она такая, да, максимально поверхностная. В смысле того, что он любому человеку, который, вот, оказался бы в вашей ситуации, да, любому человеку было бы обидно. Ээээ, окажись он в вашей, в вашей, ээээ, ситуации, эээ, просто потому, эээ, просто потому, эээ, просто потому что, ну, это нормально, когда я столько вкладывал, да, вот столько вкладывал, 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 ну, вот, ээээ, вкладывал, 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 и, ээээ, значит, ээээ, в итоге всё это, ээээээ, как-то вот, значит, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ накрылась. То есть тут любому человеку обидно будет. Понимаете? Поэтому вот говоря обо всем этом, я надеюсь, вы просто увидите, увидите то, что я пытаюсь до вас донести. Поэтому вот когда вы пишите, где корень проблемы и значит, ну вот как-то с чего начать, то я бы, я бы, я думаю, что начинать вам нужно с психотерапии. То есть с того, чтобы обратиться на психотерапию, то есть пойти на психотерапию. Вот. Я думаю, что так. То есть это вот, ну, как мне кажется, лучше, что вы можете для себя сделать. Прямо сейчас. Вот. Ну, в эту, в эту секунду, в эту секунду, в эту минуту. Ночью, кстати, вот ваша, например, погонная слуга работает ночью. Многие люди у нас на сайте тоже работают ночью. Обращайтесь, как раз, вот. Можно будет ночью поработать. заодно это состояние свое сможете как-то поисследовать. Не надо будет как раз там фантазировать ничего, да, все уже будет как бы, ну, вот, в, в, ну, все будет в, в естественной, так сказать, среде. Так что обращайтесь, выбирайте, выбирайте, начинайте работать. Я думаю это будет полезно. На этом все, желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за приятную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, всего вам самого доброго, надеюсь, что ситуация будет разрешена.